Беларусь Дорогие друзья, так уж повелось, что самая горячая пора у крестьянина – весна и лето. А дожинки мы всегда отмечаем под лучами не очень яркого осеннего солнца. Так случилось, что палящее солнце полтора месяца, существовавшее над Гомельщиной, сегодня его нет. Но это не беда. Такая погода Гомельщине и всей стране очень нужна. И вам, труженикам, цеха под открытым небом, переменам не привыкать. Низкий поклон за ваш труд, за терпение и умение работать вопреки всем невзгодам и обстоятельствам. Это очень характерно для нашей Гомельщины. Таким, от которых даже могут опуститься руки обстоятельствам. Но не у вас. Нам пришлось лицом к лицу столкнуться с огромной человеческой трагедией. Казалось, это тупик и выхода нет. Вспомните те времена. Нас тогда убеждали – жить здесь нельзя. Про территории надо забыть. Все бросить и уйти. Людей выселить. Что дальше с землями будет, с этим краем? Как Бог даст. Вы помните, мы категорически тогда отвергли такие предложения. Я понимал, обеспечить достойную жизнь в чернобыльских районах в реалиях развала 90-х годов – задача почти невыполнимая. Но самое страшное было – куда деваться, куда бежать, что делать. Люди, не хочу плохого слова говорить, но оно точно выражает то состояние дел и настроение людей. Люди были ошеломлены. Никто ничего подобного в те времена не делал и не знали, как делать, и никаких рецептов не существовало. Но решение было принято. Мы наших людей на произвол судьбы не бросим. Тогда практически каждый месяц я бывал в так называемых чернобыльских районах. Я практически жил с вами. Я хотел вас убедить, что нельзя ходить туда, где мы не знаем, что будет. А нас звали туда. И тогда мы сделали абсолютно правильный выбор. И это стало первым шагом. И, как видно с позиции сегодняшнего дня, шагом смелым, шагом к возрождению наших земель. Мы подключили ученых и на практике нашли способы получать чистую продукцию. С этого начался наш путь к возрождению сельского хозяйства в так называемых загрязненных районах. Чтобы окончательно вернуть регион к нормальной жизни, мы предприняли следующий шаг. Пошли от людей. Это и сейчас наблюдается на Гомешчине. При том, что вы в производстве можете отставать. А в социальной жизни вроде нормально. Мы газифицировали населенные пункты. Создали новые рабочие места. Привели в порядок школы, больницы, дома культуры. Работа была проделана колоссальная. Реализовано 6 масштабных государственных программ, в рамках которой на ликвидацию последствий арии в эти годы направлено, вдумайтесь, более 23 миллиардов долларов. Только бюджетных средств. И столько же извне бюджета. Около 50 миллиардов тех долларов. Мы возвратили в сельскохозяйственный оборот около миллиона гектаров земель. И полмиллиона гектаров в лесной фонд. Знаете, я ведь вашу психологию и настроение хорошо знаю. Многие сидят и думают, ну да, да, ты тут говори. Но мы то знаем, что происходит. Мы то знаем, где мы живем. Мы то знаем, какие у нас здесь продукты, продукция и прочее. А не надо. Я не исхожу из того, что я где-то в Минске живу, а вы здесь. Я исхожу из того, что вашу продукцию сельского хозяйства со свистом покупают на всех рынках, международных рынках. И относятся к ней скрупулезнейшим образом. И ни разу не нашли причин для того, чтобы отказать. Вашу лесную продукцию. Там мы научились перерабатывать ее. Вы помните эти времена. 7, 10, 15 лет тому назад. Вместе с вами я там бродил по этим лесам. Мы нашли выход. Сегодня и мебель. Пиловочники и прочее с удовольствием покупают на мировых рынках. Это для меня важнейший фактор того, что мы тогда поступили правильно и люди здесь живут. Слушайте, исходя из нынешней ситуации и прочее. Кому мы надо были где-то? Вы. Где тысячи людей было трудоустроить? Где нормальная была бы жизнь? Кто были бы вы, если бы вас мы тогда оторвали от ваших корней? Была еще сложность в том, что уже отрывать-то начали. Политики бегали и на чернобыльской аварии себе авторитет создавали. Ни разу не бывая на этих чернобыльских землях. И люди были напуганы, как я уже сказал. И самое сложное было развернуть этот корабль в обратном направлении. Мы с вами сделали. Вы это сделали. Да, у вас сегодня непросто. Сельским хозяйством, будем откровенно говорить, промышленность нормальна. Но я благодарен вам за то, что вы меня тогда услышали и не сбежали. Что вы остались в своих домах. И мы будем делать все для того, чтобы вы никогда не упрекнули мое поколение в том, чтобы мы вам уделили мало внимания. Это главная моя задача и всех тех, кто сегодня присутствует, членов правительства. Вдумайтесь, молодая, суверенная республика, осколок огромной империи, богатой, мощной, практически без помощи извне. Кто тогда нам мог помочь? Те, кто могли, на нас крест поставили. Мы справились с последствиями вселенской техногенной катастрофы. Своими руками, своим умом соединяя науку и практику, житейскую мудрость и знания. При этом я всегда на всех международных площадках и ближних, дальних говорю, что Чернобыль – это не мы. Мы не строили его. Мы не эксплуатировали и не взрывали. Беда к нам пришла оттуда, со стороны, вы знаете. Но мы ее преодолели, потому что перестали ныть, стенать и на кого-то рассчитывать. Так и сейчас. Только своим умом, своими силами мы можем что-то сделать. Мы никому нигде не нужны. Мы нужны, может быть, кому-то только на коленях, в лаптях и под плеткой, как когда-то было. Но это не наш путь. Сегодня можно говорить о достойном результате. Вы его видите. Хотя, может быть, и не тот, который должен быть. Вы здесь живете. Вопреки мрачным прогнозам и многолетним предубеждениям, вы здесь живете. И сейчас Гомельская область – высокоразвитый промышленный, ну и аграрный регион. С большим туристическим потенциалом. Мы сохранили доступ к богатым, очень востребованным ресурсам. Поэтому имеем возможность добывать не только торф, но уголь, нефть, калий. Занимаемся планомерным развитием этих территорий в рамках Чернобыльской программы и думаем о новых горизонтах. Мы договорились, что мы пощупаем серьезно территории Гомельской области. И мы обязательно найдем там нефть, которую в советские времена скважины пробурили и бросили. И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины. Жизнь не дает нам возможности почевать на лаврах. Вспомните недавний июльский ураган. Основной удар стихии пришелся на нашу Гомельщину. Сильно пострадали в том числе и леса. Их надо восстановить. И я вчера предложил это сделать сообща. Мы все должны пойти в лес и высадить те площади, которые подверглись этому урагану. Лес – это наша жизнь. Это наш кислород. Давайте проведем акции и высадим новые деревья на этих поврежденных участках. Сделаем это вместе, толокой. Как всегда это было в Беларуси. В целом природа, как вы видите, бросает нам постоянно новые вызовы. Меняется климат, структура земледелия. Сегодня приходится постоянно бороться с засухами, сильными ветрами. Гомельская область наглядный тому пример. Пришло время сделать очередной шаг. За следующую пятилетку необходимо адаптировать стратегию и тактику использования потенциала вашего, нашего гомельского региона. Одна пятилетка. И регион должен измениться и внешне, и внутренне. Особенно в производстве. Запомните это. Это параллельно и вместе с теми программами, которые я объявил на прошлых дожинках. Полесье, северо-восток Могилевщины, часть Гомельщины как раз, Кармянский район. И в целом третье направление. Это так называемые, я даже не хочу так их называть, чернобыльские регионы. Мы сконцентрируем средства на этих направлениях и сделаем все, чтобы здесь люди, нет, нехорошо жили, я не хочу об этом говорить, чтобы вы никогда не пожалели, что мы занялись этим делом. Вы будете активно участвовать в новой программе для Полесья. А также уделим и усилим, уделим особое внимание, как я сказал, чернобыльским программам. Должен дать результат и проект один район, один проект. В каждом районе должен быть достаточный и эффективный проект, чтобы люди были заняты, чтобы они получали нормальную заработную плату. Но к этому мы зимой вернемся, будет времени побольше. Не забывайте о мелиорации. Для вас она не менее значима, чем для Бреста. И уже через два-три года нужна хорошая прибавка по всем направлениям. Вы сделали еще с новым губернатором первый только шажок, даже не шаг, к тому, что было ему поручено. Мы, конечно, будем вас поддерживать и помогать, но прежде всего вы должны свой край возродить. Климат, говорят, стал мягче. Значит, давайте будем заниматься виноградом, персиками, арбузами. В этом и должна быть ваша особенность. Надо производить то, что другие в силу природных условий не могут. И на то, что имеется спрос. Будем производить то, что можно продать. Я же всегда вспоминаю хороший пример. Мы лук покупали черт знает где. Помню Попкову. Был такой у нас, да, Михаил Иванович, так его была фамилия. Где-то мы с тобой, бывая на поле, я задал вопрос по луку. Он подошел, говорит, а мы можем в Гомельской области это все произвести? Ру, что надо? Он там копейки какие-то попросил. Сегодня страна обеспечена своим луком. С вас все начиналось. Точно так и сейчас надо производить новые культуры, которые мы завозим неизвестно откуда. То, что людям нашим прежде всего надо, и то, что продать можем на внешних рынках. Подумайте над этим и внесите предложение. Это будет одно из направлений той программы возрождения, очередного возрождения юго-востока нашей страны. Гомельш на сегодня успешно занимается выращиванием фруктов, овощей, ягод. Производит масштабы всей страны до 45% овощного горошка, четверть объема лука и почти 100% спаржевой фасоли. Работа, конечно, ведется, но разворачиваемся мы очень медленно. Нужно ускоряться. Нельзя отстать. Я же говорил, отстанем. Остановимся, не дай бог, затопчут те, кто следом идут. А еще области необходима устойчивость в результатах, в эффективности работы. Вы не должны колебаться снизу доверху. Надо научиться в любой сезон, при любых условиях получать надои, привесы, урожайность на уровне выше средних по стране. Без спадов и провалов. Это задача в том числе и нашей науки. Подключайте ее зимой, когда больше времени, и решайте проблемы. Поддержка будет обеспечена. Надеюсь, что в реализации обновленной программы развития полезен и не только в ней заметное место найдут молодые ученые со своим свежим взглядом, новыми разработками, инновационными идеями и изобретениями. Дорогие друзья, когда есть цель, понятно, куда идти. Наша цель никогда не менялась. Сделать нашу Беларусь сильнее, красивее, богаче и все более независимой. Сделать так, чтобы не только мы, но наши дети и внуки жили на своей земле, своим умом. Чтобы никогда не смел никто ими понукать. Здесь сегодня собрались лучшие из лучших. Люди, которые своим трудом приумножают достижения нашей страны. И как добиваться поставленных целей, вы знаете, не хуже меня. Вижу, как любите вы свой край. Со временем у него последнего посещения он стал краш. И в этом преображении частичка труда каждого из вас. Ваша забота о малой родине, преданность корням и мечтами о будущем. Вы настоящие патриоты. Большое спасибо, огромное вам спасибо за трепетное отношение к земле, к родной земле. Спасибо вам огромное за тот труд, за поддержку того курса, которым идет наша страна. У нас есть все. Но я хочу на будущее пожелать вам крепкого здоровья. Мира, достатка, дальнейших трудовых свершений на благо нашей Беларуси. Здоровья вам, вашим детям, чтобы они никогда вас не огорчали. Все остальное мы купим. Счастья вам! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемый Александр Григорьевич Мы заверяем вас, что и в дальнейшем мы будем кладывать душу, свой труд, свою работу на благо нашей области и республики Дорогой наш президент Александр Григорьевич Вы, наша жизнь и наше счастье Мы хотим жить долго и счастливо Спасибо вам Низкий вам поклон Аплодисменты Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Павлодисменты Мы дякуем ее за это и прославляем Наша кола благодарения Завязана символичными поясами Усих районов Гомельской области Не хапая только господаров областных дожинок Кармянского района Просим вас, поважанный Александр Рыгорович Павязать пояс Кармянского района На наше символичное коло Тем самым з'яднауши Усе районы Гомельщины В нашей национальной культуре Заключены колоссальные духовные богатства Хранительницами этих богатств Являются наши неглубские ткачихи-мастерицы Они для оберега Белоруссии Президента Александра Григорьевича Соткали рушник Который и вас защитит И поможет сохранить нашу родную, любимую Беларусь Александр Григорьевич, примите этот рушник Уважаемый Иван Иванович, дорогие друзья Еще раз спасибо вам За ту политическую поддержку Которую Гомельщина мне всегда оказывала Эти долгие годы За ту преданность, верность своей земле О чем я уже говорил Я знаю, что мы живем Вы это, может, даже лучше меня знаете Может, так, как я Что мы живем в непростое время И что вам, Гомельчанам, очень непросто Не знаю, почему Господь так распорядился Но Он нас очередной раз, я думаю, проверяет На нашу прочность на Гомельщине Так вот, вы знаете Что мы тогда, в трудные времена Когда была голодьба страшная Когда нечего было есть и одеть Вас не бросили Мы вас не бросим и сейчас Вы наши люди И мы всегда будем знать Что вы нуждаетесь в мире и защите Помните, мы будем жить в мирной, нормальной стране Спасибо вам АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!